К другим новостям. Накануне дня рождения основоположника новой чувашской поэзии Михаила Сеспеля в память о нем каждый год проводят различные мероприятия в разных уголках республики. В Чебоксарах классика почтили митингом. Днем рождения! Днем рождения! В честь 114-летия выдающегося чувашского поэта Республики состоялся праздничный митинг. Его организовал одноименный республиканский благотворительный фонд при поддержке Минкультуры Чувашии и администрации города Чебоксары. Этот человек в свое время, в начале 20 века, очень много сделал для чувашского народа именно своей энергичностью. Он много учился и много работал, писал. Несмотря на осеннюю дождливую погоду, у памятника собралось много поклонников поэта. Звучали его стихи на чувашском, русском, белорусском языках. Митинг открыл председатель фонда народный поэт Чуваший Валерий Тургай. Среди выступающих были поэты и писатели, работники культуры и искусства, профессура и учащаяся молодежь. Запомните этот день. Почему? Потому что такие поэты, как Михаил Сеспель, как Пушкин, как Лермонтов, они рождаются один раз в столетие. Чувашскому народу повезло, что у нас есть Михаил Сеспель. Участники митинга возложили цветы к памятнику поэта. Михаил Сеспель прожил совсем короткую жизнь, чуть больше 22 лет. В наследство остались пламенные стихи. Чувашский язык сыну Чувашскому к морю. Около 60 произведений, которые вошли в Золотой фонд чувашской литературы, были изданы на многих языках. Такой же митинг в этот же час провели и в далекой Украине, на могиле поэта. Последние годы жизни Сеспель провел в городе Остёре. И там же он похоронен в 1922 году. Алена Жукова, Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика.